Здравствуйте дорогие друзья, с вами канал Футбол в Сибири. Сегодня в этом выпуске мы с вами поговорим о кубковых матчах, где принимали участие клубы из Дальнего Востока. И начинаем этот выпуск с матча Форте-Скахабаровск. Вот уже с первых минут Скахабаровск начал активно атаковать ворота Форте. Да, конечно, вот подумай только, учитывая уровень Скахабаровска и Форте, что Ска сейчас просто-напросто разорвет Форте. Но не так уж и было все просто для Скахабаровска. Хотя уже на седьмой минуте за Скахабаровск отличился Стародуб. Ска очень уверенно вел в счете, контролировал мяч на протяжении первого тайма. Но где-то уже под конец первого тайма игра сравнялась. На второй тайм Форте вышел как-то более заряженным. Прессинговал Скахабаровск. Скахабаровск был не похож сам на себя. Но в итоге они сумели дожать Форте. И уже на 90-й добавленной минуте Алиев удваивает счеты. И тем самым Скахабаровск выигрывает Форте в Кубке России. Следующий матч, дорогие друзья, это матч Химки-Динамо-Владивосток. Уже с первых минут Химки просто-напросто начали возить Динамо-Владивосток. И, конечно, это было видно по игре. Потому что уровень не тот между Динамо-Владивосток и Химками. Ну, конечно, сказалось это все на игре. Уже на 29-й минуте Химки открывает счет. А Витясян открывает счет. Но потом уже во втором тайме Химки просто-напросто начали громить. Динамо-Владивосток так на 67-й отличился с Кварцов. Но под конец второго тайма Касимов забил два мяча сначала на 87-й и на 90-й плюс. Ну, собственно говоря, так вот прямо Химки хорошо, уверенно победили Динамо-Владивосток. Нечего мне сказать в упрек Химок. Ну, а Динамо-Владивосток спасибо за участие.